Подобрался такой интересный комплект Копейка, деньга это пол копейки и полушка это 1 четвертая часть копейки Вот такая вот, такой интересный комплектиц И все они, так скажем, одного периода Периода царствования Ивана Грозного Дело в том, что вот сегодня 25 августа, но в 1530 году И вот как раз вот родился Иван Васильевич В 1530 году в селе Коломенском под Москвой Сын великого князя Василия Третьего и Елизавета Васильевна Глинский И вот после смерти отца трехлетний Иван остался на попечении матери Умерший в 1538 году, вот когда ему было 8 лет Иван рос в обстановке дворцовых переворотов, борьбы за власть В враждующих между собой боярских родов, шуйских и бельских Убийства, интриги, насилия, окружавшие его способствовали развитию В нем подозрительности, мстительности, жестокости Излюбленные идеи царя, осознанные уже в юности Стала мысль о неограниченной самодержавной власти В январе 1547 года в Успенском соборе Московского Кремля Состоялось торжественное венчание на царство Великого князя Ивана IV На него были возложены знаки царского достоинства Крест животворящего древа, бармы и шапка мономаха Царский титул позволял занять существенно иную позицию В дипломатических отношениях с Западной Европой Великого княжеский титул переводили как принц или великий герцог Титул же царь или совсем не переводили Или переводили как цезарь, император Русский самодержавец тем самым вставал в ровень С единственным в Европе императором Священной Римской империи С 1549 года Иван IV ввел ряд реформ Направленных на централизацию государства В 1558 году он начал Ливонскую войну за владение побережьями Балтийского моря Первоначально военные действия развивались успешно В 1560 армия Ливонского ордена была окончательно разгромлена А сам орден перестал существовать Однако уже в 1564 Россия потерпела серьезные поражения Царь стал искать виноватых и начались опалы и казни В 1565 он объявил обведение в стране опричнины Страна делилась на две части Территории не вошедшие в опричницу стали называться земщиной Каждый опричник приносил клятву на верность царю И обязывался не общаться с земскими С помощью опричников, которые были освобождены от судебной ответственности Иван IV насильственно конфисковывал боярские вотчины Передавал их дворянам-опричникам Казни, опалы сопровождались террором и разбоем среди населения Разделение страны пагубно оказалось на экономике государства Огромное число земель было разорено и опустошено С 1578 года царь перестал казнить В завещании 1579 года каялся в содеянном И вот периоды покаяния и молитвы изменялись преступами ярости И вот во время одного из таких приступов 9 ноября 1582 года Царь случайно убил своего сына Ивана Попав посохом, с железным наконечником, мимо висок смерть Наследника повергла царя в отчаяние Поскольку другой сын, Федор Иванович, был не способен управлять страной Иван Грозный дожил до 18 марта 1584 года Ну вот из того, что Интересности Иван IV Васильевич из династии Рюриковича Был известен больше по другим именем А вот именно Иван Грозный Иван и Грозный был первым царем всей Руси Многие считали о нем исторических книгах, учебниках А многие знают о нем что-то благодаря советской комедии Леонида Гайна, Иван Васильевич меняет профессию Но в любом случае здесь представлены самые любопытные и интересные факты Которые я смог вспомнить о Иване Грозном Третья жена царя Марфа Собакина была отравлена всего лишь спустя 2 недели после их свадьбы А вообще Иван Грозный появлялся больше чем в 20 кинолентах Начиная с 1909 года Смерть Ивана Грозного Но конечно самым известным является фильм Иван Васильевич меняет профессию 1973 года Гайдая Вообще в останках Ивана Грозного было обнаружено Огромное количество ртути Точного объяснения этому нет Но есть предположение, что либо он лечился ртутью от сифилиса Либо понемногу лично принимал яд Чтобы выработать иммунитет к нему Последние 6 лет жизни Иван IV страдал остеофитами Это наросты на костных тканях Это делало его жизнь огонь И вот после обследования остатков выяснили Что у него были такие большие отложения Которых не было у самых дряхлых стариков Бавший Иван Васильевич Грозный Это самый долгий правитель за всю историю Руси Советского Союза и России в целом Срок его правления составил 50 лет и 105 дней С учетом того, что он официально стал правителем в 3 года Иван Грозный был женат 6 раз И у него было 8 детей 6 от первой жены, 1 от второй и 1 от последней Четверо детей от первой жены умерли еще в младенчестве Анна, Мария, Дмитрий, Евдокия Двое других, Иван и Федор, дожили до взрослого возраста Но Иван был убит царем, так и не обзаведясь потомством А Федор в итоге стал царем после смерти отца Причем Федор самый младший из этих 6 детей Василий, сын от второй жены, умер в двухмесячном возрасте Дмитрий, сын от последней жены, умер уже после смерти Царя в возрасте 8 лет Первая жена Ивана Грозного, Анастасия Захарина Кошкина Была выбрана Иваном из 1500 претенденток Такой вот был в то время конкурс Именно эта жена была его самой любимой А вообще благодаря Ивану Грозному территории Руси Ведь именно вот очень значительно расширилась Именно вот он завоевал самые известные казанские Астраханские царства Кроме того, была приседина к России Сибирь Вот такой вот Больше чем он, пожалуй, никто, я бы так сказал Иван Васильевич родился Вот сейчас у нас жара несусветная 33 градуса, это куда годится А когда родился Иван Грозный 25 августа 1530 года Именно в этот день стояла жуткая непогода Бушевала гроза Гремел сильный гром и сверкали молнии Нам бы сейчас немножко дождя В эту жару, в эту духоту Ну и в свое время Иван Васильевич сватался даже к королеве Елизавете I Это королева английская Ну что ж На этом, пожалуй Пожалуй, все У кого есть что добавить Пожалуйста, добавляйте в комментарии Не стесняемся На этом, пожалуй, все Спасибо за внимание До свидания